Приветствую вас, я прочитал ваш текст, если честно, если вот честно, что опираясь на то, что вы нам дали, да, то есть на ту информацию, которую вы предоставили, а я могу сделать вывод только о том, что у вас есть элементы паранойи, ну вот в поведении вашем есть элементы паранойи, то есть вы подозреваете людей, ну, в каких-то действиях по отношению к себе, вот и так далее, то есть есть такая у вас есть элемент паранойи. Другой вопрос, что вы с этим будете делать, да, то есть будете ли вы это менять, будете ли вы в этом разбираться, будете ли вы это исследовать, например, да, то есть если у вас действительно есть параноидальные нотки в, ну, в сознании на данный момент, если у вас есть параноидальные нотки, то за этим всегда что-то стоит, за этим всегда, всегда что-то есть. И мне думается, что начать нужно именно с определения того, что конкретно вас задевает в этих людях. То есть совершенно очевидно, да, что люди сами по себе, они вряд ли преследуют цель, а вас, ну, как-то унизить, задеть, обидеть и так далее. Вот, сами по себе, люди вряд ли представляют такую цель, сами по себе. Но, что-то вам так кажется, то, что вы, то, что вам, ну, то, что вы так это воспринимаете, вот, это уже вопрос куда более серьёзный, куда более важный. Вот, и за этим, скорее всего, за этим что-то есть. Скорее всего, за этим что-то есть. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вам просто поисследовать свои переживания. Вот вы говорите, компрометирующее что-то есть. Есть. Вот, вы пишите, значит, значит, что именно, в чём компрометируете, что вы пытаетесь скрыть, от чего вы пытаетесь убежать. Вызывающее раздражение, значит, что именно вас раздражает, какие чувства пропущенные, да, то есть, давайте возьмём ответственность, личную ответственность за то, что с вами происходит, да. Вот, отрагивающее прошлое, как будто специально подробно. Ну, очевидно, что в прошлом остались какие-то вещи, которые вас сейчас, вот, на данный момент волнуют, беспокоят. И вы, соответственно, вы, соответственно, не можете от этого никак избавиться, вы не можете от этого освободиться, вас это беспокоит, вас это, возможно, даже мучает, возможно, даже вас это мучает. Вот, и, соответственно, можно говорить о том, что, вот, это и является тем, с чем нужно работать. То есть, это, вот, является тем, но это надо было внимательно не на людей, да, не на людей, которые, вот, ну, которые вас беспокоят, скажем так, да, и не на их отношениях, классно, а на вашу реакцию, собственно говоря. То есть, именно ваша реакция, именно ваша реакция, имеет здесь, на мой взгляд, первостепенное, вообще, значение. Именно ваша реакция имеет первостепенное значение. Именно то, почему вы реагируете так, а не иначе, имеют место быть, здесь, ну, ну, вот, в данный, в данный момент. Вот. Надеюсь, вам этот аспект понятен. Ну, потому что это важно. Это важно. Вот. Дальше. Значит. Так. Иногда, как будто, не сам человек со мной говорит. А кто? Все против меня чувствует себя лично и жизненно становилось. Ну, это, соответственно, жизненный сценарий, да, есть. Я и они. То есть, вы, как бы, противопоставляете себя людям, а не кооперируете с ними. Здесь, я полагаю, нужно работать с доверием и с принятием себя. То есть, у вас проблемы с доверием и с принятием себя. Скажите, пожалуйста, такое искажение реальности возможно при психологическом вмешательстве? Никакого искажения реальности нет. А психологическом вмешательстве, да, может быть. Может быть, психологическое влияние на вас. Но искажения реальности нет. Или это магическое воздействие, или это кара божья так проявляется. Нет. Ну, про магическое воздействие и про божью кару именно психологи вам не ответят. Потому что, ну, все-таки это не по нашей части. Это не по нашей части. Вот. То есть, вы можете обратиться к эзотерикам по этому вопросу. Вы можете обратиться к священникам в церковь по вопросу божьей кары. Вот. А именно вот с точки зрения психологии. Именно с точки зрения психологии. А вопрос обстоит именно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.